События, которые произошли в ночь на 3 февраля, врач Файзула Шеренбека вспоминает с ужасом. Мужчина говорит, поначалу даже не понял, что произошло. Сначала послышался шум, который он принял за возвращение блудного кота. Но оказалось, это бандиты в масках, выдавив окно, ворвались к ним в дом. А сколько было их? Трое? Трое или четверо? Трое. Четвертое там, оказывается, в машине ждал. Связав супругов в разных комнатах, бандиты, по словам пострадавших, стали требовать деньги и ценности. Собрав награбленное, норковое шубу, золотое кольцо, браслет, карточку, на которой была незначительная сумма, два охотничьих ружья и четыре мобильных телефона, два из которых смартфоны, бандиты ушли. Но сначала предупредили, обратитесь в полицию, убьем. По горячим следам полицейские задержали подозреваемых. А на следующий день выяснилось, суд отказал в санкционировании ареста. Я не понимаю, как такое вообще могло произойти с ними, и следственные действия провели. Они все показали, что и как делали, вину полностью признали. Наши вещи у них обнаружили, а суд отказал в содержании их под стражей. То есть нет никакой гарантии, что однажды они не придут к нам в дом, чтобы отомстить. В суде мне сказали, у них, у подозреваемых, мол, тоже есть права. А как же мои права? Кто мне и моей семье безопасность гарантирует? Мы сейчас в постоянном страхе живем. В районном суде нам подтвердили. Санкцию на содержание под стражей не поддержали. Всему виной сроки, в которые, по словам судей, полицейские не уложились. И дела в суд поступили на полчаса позже тех самых 48 часов, допустимых для задержания подозреваемых без санкции суда. 6 февраля на рассмотрение суда поступило 4 дела в отношении 4 подозреваемых. Они были задержаны 4 февраля в 9 утра. Правоохранительные органы проводили следственные действия вплоть до 6 февраля. На рассмотрение суда все 4 дела поступили с опозданием. Между тем, согласно части 4 статьи 131 Уголовного процессуального кодекса, лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления на срок не более 48 часов. Районная прокуратура заявила протест на решение суда. И сейчас этот протест рассматривается в суде Туркестанской области. Отметим, подозреваемые обвиняются по трем статьям. Помимо разбоя с незаконным проникновением, хищения либо вымогательства оружия с применением насилия, им вменяется еще и скотократство. За неделю до разбойного нападения на дом врача они украли скот в том же районе. К слову, один из обвиняемых – рецидивист. Ставить точку в этом деле пока рано. Окончательное решение примет областной суд. Главное, чтобы не произошло непоправимое. И подозреваемые в одну далеко не прекрасную ночь не пришли в дом к своим жертвам для сведения счетов.